привет мои дорогие добрый вечер спонтанное включение вечерние еду покормить кошку мамину жду ксюша пока она спустится сегодня у меня день тишины день такой социальной тишины я утром написала пост о том что вчера моя дорогая подруга виктория в 11 часов покинула этот мир физический и я была у нее две недели назад в хосписе уже мысленно с ней попрощалась конечно как бы ты не готовился все равно мы не готовы к таким вещам слово умирает умер она такое в нашем языке тяжелое это слово само по себе какое-то вязкое и она ужасно звучит поэтому я вчера уже конечно это все дело вечером оплакала вот сегодня мне уже легче и почему-то у меня ее жизнь короткая 37-летний этот урок такой серьезный урок почему-то от ее ухода и у меня набор спонтанных мыслей возник который я хочу записать это такой знаете пендель еще живым людям потому что столько много у нас ненужных страхов столько много у нас тараканов в голове столько много таких умственных запоров которые нам мешают двигаться когда вот перед вами наступает так как такой короткий обрыв жизненный да и ты смотришь на человека сколько он собирался сколько он не начинал сколько он боялся сколько он откладывал так безумно жалко всего этого становится поэтому хочу с с вами поговорить о ценности ценности жизненной и о своей временности всего того чего мы в ней хотим мы никогда не можем заранее узнать о своем уходе никогда не можем спрогнозировать ту или иную болезнь тяжелую неизлечимую никогда не можем спрогнозировать авиакатастрофу мы всегда вот так на руках божьих качаемся с самого рождения нас несут где-то под подпины вают где-то на колени ставят и первое первое желаю вам всегда в сердце оставаться за богом без чего-то высокого без чего-то большего жить очень тяжело и умирать очень тяжело когда в сердце нет вот этого божественного принятия ситуации вот так распорядилась жизнь судьба и так есть окей дальше очень важно не откладывать не откладывать не откладывать сильно свои планы когда вы не приближаете свои планы когда вы гипотетически рассуждаете о том чего вы хотите но не делаете никаких шагов моей подруги была мысль и мечта уехать куда-то работать в кафе у моря она так об этом мечтала но ни одного шага к сожалению за там эти несколько лет она туда не сделала до в этом направлении поэтому побольше нужно свои цели записывать оформлять переписывать упаковывать разжевывать раскладывать эти мечты из чего они состоят из каких истинных желаний и самым близким из них самым душевным обязательно двигаться двигаться пробовать спотыкать и обязательно идти дальше очень важно как ваша внутренняя биохимия умственная умственная зависит не влияет на вашу биохимию телесную вот чем вы наполнены внутри вот этим эликсиром до жизни или это плавучий живой свежий сочный взгляд на жизнь позитивный розовый мягкий одобряющий прощающий принимающий да все происходящее вы получаете одну химию на организм да на собственные и мысли если вы живете не в любви в старых обидах чуть-чуть претензии к маме чуть-чуть претензии к богу чуть-чуть претензии к мужу какого качества у вас энергия телесная до внутри ваших тканей какого она качества это как отравленный сок ваши мысли дают на на ваше тело реакцию это очень важно в себе отслеживать свои ежедневные состояния какая вообще внутри вас пропорция вредного и позитивного плохого и хорошего не можете просто отслеживать пишите ваши реакции на людей на на близких до индикатор в каком вы состоянии ложитесь спать какие у вас мысли что вы думаете спите ли вы сладко сли спите ли вы беспокойно получается что жизнь это такая непрекращающаяся работа я не люблю вот эту фразу развиваться нужно обязательно развиваться расти без этих вещей жизнь сама по себе состоит из огромного количества взаимодействий любое взаимодействие с людьми это работа над собой будь то коллеги то где мы зарабатываем деньги до наши социальные какие-то нагрузки работа с близкими с отдельно с каждым ребенком с родителями с мужчинами везде работа над домом над телом над душой с собой немножко пересечься помедитировать посидеть образование ума мы иногда буксуем в каких-то моментах не можем никуда сдвинуться потому что не хватает знаний значит идем и в этой области локально образовываем получается что жизнь проходит насыщенно интересно так скажем безобидно в тот момент когда вы жутко ей заняты когда она вам жутко интересно когда вы отлавливаете в себе червячков отлавливаете тараканчиков вовремя не позволяя им откладывать яйца и размножаться до в вашей голове еще один момент про настоящесть я недавно писала об этом пост и удивилась девушка одна написала что делать если я совсем не настоящая и нич не как себя не проявляю искренне как начинать что делать сначала надо это заметить очень важно соединиться с собой в каком-то возрасте и прожить саму себя потому что моя викуся когда мы с ней встречались выпивали расслаблялись да она становилась такая мягкая такая нежная такая простая такая смешная когда она возвращалась домой там где она жила она одевала на себя вот этот костюмчик и у нее была очень большая пропорция того что она не выражает внутри семьи свои свое свое настоящесть вот это двойственность вот это растождествление на разные образы знаете это такая дорога к шизофрении до в будущем это тоже очень сильно бьет по здоровью дальше очень важно физическое ваше тело очень важно все в нем замечать и очень важно вовремя начинать им заниматься любые симптомы мы настолько привыкли к тому что мы не здоровы что у нас что-то болит что ну привыкли что индустрия таблеток привыкли где-то махать рукой и не разбираться с какими-то своими симптомами до тело это такой умный такой многофункционально сложный организм иногда одна мышца какая-то неправильная или один немножко сдвинутый позвонок потянет за собой всю 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 какую-то энергетику и историю психосоматику еще какую-то там добавит в общем я вам искренне хочу сказать что телом нужно заниматься нужно делать зарядку нужно его профилактировать нужно его лечить нужно с ним общаться вот когда это от вас какая-то отдельная субстанция когда вы не с ним вообще не соединены когда вы не можете послушать как у вас бьется сердце какой у вас тонус мышц не можете разобраться что хорошо для вашего тела на что она лучше всего реагирует это очень-очень печально тело это наше транспортное средство и мы вот в нем до конца дней своих движемся если вы его все время терроризируете не любите все время у вас перекос в сторону улучшения 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 тоже бывает такой момент когда тело противится и обижается на душу как это так дух человека душа которая живет внутри этого тела она не любит свой дом это банально звучит и это нет не доказать и это нельзя потрогать но вы знаете иногда тело само вызывает болезнь когда она чувствует что душу надо освободить из этого тела душа уже просто с ума сходит до такая затравленная такая ее высвободить надо чтобы она родилась в другом человеке и начинается такая программа самоуничтожения у человека до через какие-то болезни дальше нужно обязательно бороться за свое счастье за свое состояние нужно бороться как в мир когда интернет стал доступным и понятным мы видим миллионы историй людей без рук без ног инвалидов паралимпийцев спортсменов коль и людей на колясках сидящих с огромной сильной волей и духом до последнего не не обмекать и хорохориться до самой старости грубо говоря пока мы двигаемся пока мы чувствуем что мы этому миру нужны у нас есть мотивация не болеть и как-то до выживать мы приходим до какого-то возраста мы живем достаточно безответственно с того момента как стареют наши родители как появляются у нас дети мы еще и ответственны живя за других людей и это должно придавать нашей жизни большой смысл и давать дополнительный такой знаете шоковый удар для того чтобы бороться если что-то на нас нападает еще очень важный момент это не жить не жить вот с камнями да на душе в сердце когда есть зачижной конфликт с родственником не выговоренный нерешенный и он как бы существует вот таким фоном до энергетическим много-много лет рядом с тобой это тоже очень сильно твою энергетику портит и на нее влияет поэтому как бы это тяжело иногда не было нужно все конфликты либо закрывать до избавляться от них не тянуть их за собой как сетку рыболовную либо разрешать то есть незаконченные конфликты они на здоровье очень сильно влияют и в жизни моей подруги тоже был очень большой длинный конфликт со свекровью со своей до был внутренний конфликт с мамой отсутствие тепла доброты и и так далее муж который ушел из жизни раньше ее у нее к нему тоже были еще какие-то претензии до внутренние не бойтесь обращаться к за помощью за психологической если вы не можете распутать какие-то клубки жизни не стесняйтесь вот в этом признаваться в хаосе да в голове сейчас открыт доступ специалистам разных разных уровней сейчас все происходит если в вашей деревне нет психолога вы можете найти интернет-кафе наушники и разговаривать с кем-то по скайпу по телефону по ватсапу где угодно вы можете найти специалиста который вам поможет разобраться доска с какой-то болью с болью жить из с внутренними конфликтами неразрешенными очень сложно это тоже тушит энергетику еще конечно быть рабом негативных эмоций тоже очень очень чревато очень чревато ворчать жаловаться на кого-то все время быть жертвой вам может это много лет нравится и вы можете думать что вообще нет других жизненных сценариев и костюмов да и а если я не жертва то как я буду жить какая у меня будет роль и мне же надо будет брать ответственность за свою жизнь да а тут меня как бы у меня пьет муж у меня он там бьет он меня там угнетает да он меня унижает там у меня мама плохая там да вы там еще что-то еще что-то еще что-то и как бы так очень уютненько да в костюме жертвы чтобы из него выйти нужно ну не только смена смелость да нужен план там что у вас будет дальше за этим костюмом жертвам тоже так скажем посылают да по их способностям я в это верю вот чем больше ты в эту жертву играешь да тем больше тебя жизнь как бы еще папа по заднице все время тебе поддает какие у меня еще есть вот эти мысли по поводу живых нас живых есть еще мысли по поводу алкоголя по поводу вот этих измененных состояний в алкогольном опьянение и и моя подруга тоже через это проходила желая в измененном вот в этом состоянии до опьянение просто уходить от каких-то своих внутренних мыслей конфликтов и необходимости что-то решать и брать в руки все человек как как только заигрывается в это и как только он перестает замечать что он уже в капкане зависимости если ему начинают подсказывать со стороны окружающей это уже очень серьезный знак для того чтобы об этом задуматься и как правило алкоголизм женский такой знаете легкий винный элегантный он подступает так не не незаметно я сама себя отловила года три назад буквально на том что я так завишу от этих двух трех бокалов вина дома да я еще в то время курила и у меня так вместе было вино с сигаретками да из-за душевный разговор с подругой по душам вот такое нытье было бабье у нас когда я себя отловила слава богу ну мне не пришлось это слышать там от моей дочери лет из-за кого-то из моих близких до просьбы там немножко перестать пить алкоголь но это тоже очень важно вовремя это в себе поймать и сделать вывод что вы хотите по другому потому что на самом деле жить в кайфе курить травку принимать наркотики и выпивать алкоголь это вообще очень удобно и на самом деле приятно и легко потому что это дает эмоциональные качели это дает тонкость какую-то восприятие творчество алкоголь дает это дает смелость я сама себя тоже помню что я будучи пьяненькая я всегда такая сразу смелая становилась азартная сексуальная такая знаете да вот измененные состояния алкогольные они вот это все дают но нужно попробовать это поискать все как бы без использования этих средств и на самом деле это все легко находится да в общем друзья вот такое спонтанное спонтанные размышления о жизни я конечно конечно верю в то что тело уходит из жизни а душа продолжает свое путешествие и душа будет приглядывать за ее сыном за братом за мамой я верю в то что она встретится со своим мужем который ушел раньше ее тоже в очень молодом возрасте подобная вера и подобные мысли о какой-то жизни за полосой они очень успокаивают сердце и так скажем с ними жить легче я предпочитаю такой способ да умирать без бога в сердце без близких людей с которыми ты испортил распортил растерял все отношения без детей которых ты все не отваживался рожать потому что якобы у тебя не было денег без друзей да без родителей очень страшно я вам скажу и как правило такие люди умирают в агонии и я когда была в хосписе я наблюдала за рядом лежащими такими умирающими людьми кто-то умирал в благости в спокойствии практически во сне тихонечко без боли а смерть мы тоже свое качество смерти да мысль такая вот у меня есть я не знаю как ее подтвердить подтверждаемая ли она вообще это то что мне кажется глубоко что качество смерти мы тоже выбираем выбираем жизнью выбираем своими мыслями убеждениями и благими действиями то есть практически вот жизнью в физическом теле мы заслуживаем то что будет с нами дальше к тому же еще есть такая вещь что что мы можем портить судьбу и карму своим детям тоже своими действиями на несколько поколений друзья мои стремитесь к благости забудьте о своем теле не ленитесь не называйте это ленью это это такая радость делать зарядку приседать это такая радость медитировать и слышать как бьется твое сердце после тренировки как с тебя стекает вот этот пот из которого выходит там да и спор выходит все токсины это радость это не может быть ленью вы просто поменяйте убеждение перещелкните с постоянного нытья о том что мне лень я не знаю как и так далее ну как же так но такое количество людей не занимаются вообще своим телом вообще не занимаются я на них смотрю и они повсюду эти люди какие-то прихрамывающие полные сгорбленные угрюмые человек который в движении который делает зарядку недавно у нас был в программе Дроздов Николай господи ему там сколько восемь с чем-то лет какой он подвижный он по два часа в день занимается я читала его интервью смотрела человек всю жизнь двигается всю жизнь изучает новую информацию и вот я вам этого желаю я вам этого желаю просто с завтрашнего дня начинать начинать формировать свою жизнь очень качественно очень осознанно очень обдуманно жить в своем архетипе жить в своей настоящности жить в своей сущности не разыгрывать никаких ролей честно любить если любится честно говорить о том если любится ведь у вас же никто ваша любовь не отнимет если вы даже влюбились и не знали в кого женатого мужчину и там еще что-то ведь любовь она просто она распирает она живет внутри сердца она ведь такая любовь безусловная да смелости вам желаю смелости страшно вот страшно это когда наверно твой ребенок умирает и его хоронить а уйти с работы поменять одно дело на другое отрастить седые волосы заняться спортом уехать в другой город развестись с нелюбимым мужчиной и поверьте это к страху никакого не имеет к настоящему отношения это вообще никак не связано с потерей жизнедеятельности и самосохранением это страхи такие пустые надуманные которые мы в себя сами засовываем и мучаемся и наслаждаемся опять же очень большой момент это когда мы привыкаем наслаждаться об наши страдания на вот такой позитивной ноте я заканчиваю сегодняшнее включение извините если немножко сумбурно такой не структурированный поток потому что я как знаете душа душа мира не могла просто воспринять уход такого близкого человека с которым я знакома с 12 лет и мы шли бок о бок живя и общаясь и рожая детей выходя замуж и я наблюдала за ней всегда делала выводы что-то рекомендовала советовала и конечно вот такой у меня получился странный итог по окончанию этой жизни я вас очень люблю до новых встреч не знаю